Здравствуйте! В эфире программа «По существу» с вами Ольга Алексеева. Взыскание алиментов, контроль за исполнением судебных решений, охрана судов. 1 ноября свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы. О результатах работы и проблемах, с которыми они сталкиваются в работе, мы поговорим сегодня. В гостях нашей программы Анвар Фаритович Закиров, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике, главный судебный пристав Чувашии. Анвар Закирович, здравствуйте! Здравствуйте! Как уже принято профессиональный праздник, хороший повод обсудить результаты работы и поговорить о перспективах. Как выглядят основные показатели и какое застежение вы хотели бы отметить особо? Расскажите, пожалуйста. Одним из основных результатов деятельности, о которых можно говорить, это нужно отметить, что мы продолжаем работать в условиях достаточно напряженной нагрузки. Поступление исполнительных документов в этом году увеличилось на 10%. Всего у нас на исполнении находилось 735 тысяч исполнительных производств. Отмечается определенный рост по поступлению исполнительных документов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Необходимо сказать, что в этом году мы отмечаем небольшой рост таких исполнительных документов, как задолженность по взысканию за жилищно-коммунальные услуги, а также по штрафам ГИБДД. В целом в этом году судебными приставами-исполнителями взыскано 4,3 миллиарда рублей. Это, наверное, одни из основных значимых моментов деятельности нашей. Планы на будущее остаются примерно теми же самыми. Мы продолжаем отслеживать социально значимые категории исполнительных производств. Прежде всего, это исполнительное производство о взыскании алиментов. В начале этого года соответствующие поручения давал и глава Чувашской республики. И в августе этого года мы также этот разговор продолжали. В рамках поручения главы Чувашской республики по активизации работы по взысканию алиментов проводятся определенные мероприятия. Комплексный план мероприятий составлен. В каждом районе проводятся рейдовые мероприятия. Привлекаются сотрудники центров труда и занятости. Привлекаются сотрудники администрации районов, органы опеки, попечительства. Мы более плотно отрабатываем злостных должников. То есть тех должников, которые в настоящее время официально нетрудоустроены и не приступили к выплате по уплате алиментов. Определенные положительные результаты есть. Эта работа продолжается. В качестве результатов могу сказать, что остаток неоконченных исполнительных производств по взысканию алиментов по сравнению с началом года продолжает тенденцию к снижению. У нас примерно снижение составляет 1,5%. И в результате принимаемых мер на сегодняшний день взыскано порядка 128 миллионов рублей. Вот в результате работы приисковых исполнителей. А вот временное ограничение должников в специальных правах. Как вы считаете, эффективна такая мера принудительного исполнения? Это одна из мер принудительного исполнения ограничения должников в специальных правах. Здесь, как правило, подразумевается ограничение в праве вождения транспортного средства. У нас из 7 тысяч неоконченных исполнительных производств в праве вождения на сегодняшний день ограничено порядка 1900 должников. Результаты тоже этой работы есть. Понятно, что не по каждому должнику мы можем применить эту меру. Есть определенные исключения в законе указаны. Но, тем не менее, в результате и принятия этой меры она приводит к выплате, к взысканию этой задолженности. Кроме этого, у нас должники ограничиваются в выезде за пределы Российской Федерации. Для сравнения, если у нас 7 тысяч производств в остатке по алиментам находятся, по 5 тысячам производств принято решение об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. То есть у нас практически уже каждый должник, каждый полуторный должник не может выехать за пределы Российской Федерации. И эта мера также доказывает свою действенность. Большой резонанс вызвала акция, которую провели студенты приставы с помощью аппаратного комплекса «Дорожный пристав». Какой эффект вообще получен и было ли это вообще нужно? Нужно это было, с учетом того, что какие-то традиционные методы работы, о которых, как правило, вспоминают жители республики, думая о судебных приставах-исполнителях, как правило, представляется, что это человек, который осуществляет выход по адресу местной жительства. Пришел домой, забрал телевизор. Пришел домой, встречался, арестовал что-то дома. Это, как правило, вечернее время. Традиционное представление такое. Вместе с тем, жизнь на месте не стоит. Достижения научно-технического прогресса позволяют нам уже немного разнообразить эти методы поиска должников и их взыскания. Поэтому было принято решение о том, чтобы активизировать эту работу. В течение двух недель, дважды в день проводились эти рейдовые мероприятия в взаимодействии с сотрудниками органов ГИБДД. Значит, соответственно, результативность оказалась очень высокой. Непосредственно в месте совершения исполнительных действий было взыскано порядка 6,5 миллионов рублей. А с отложенным эффектом в результате ареста 121 машины. Также при совершении этих исполнительных действий по полному циклу, учитывая, что часть должников оплачивала задолженность уже за пределами этих рейдов, в целом было взыскано 8 миллионов рублей. Еще одним важным управлением деятельности службы судебных приставов является охрана судов. Часто случаются какие-то эксцессы на таких заседаниях судов. И чем вы можете помочь? Деятельность службы судебных приставов по охране, по обеспечению установленного порядка деятельности судов, она является одной из наиболее приоритетных в службе судебных приставов. Мы за текущий год, можно сказать, что те задачи, которые у нас возложены, выполняем в полном объеме. Каких-то чрезвычайных происшествий за прошедший год не допущено. На сегодняшний день все суды и все отдельно стоящие здания судов находятся под нашей охраной. Соответственно, мы проводим работу на пропускных постах в здании судов. В результате этой работы порядка 1200 предметов выявлено запрещенных проносов и также порядка 120 единиц оружия было выявлено в результате этой работы. Эта работа находится на достойном уровне и она также будет продолжаться в следующем году. Хорошо. С 1 января 2017 года вступил закон в силу закона защиты прав граждан России от недобросовестных коллекторских агентств. Я знаю, что управление выставило работой в этой сфере. Каким образом? Соответствующая организация у нас обращается к нам, включается в реестр. Эти организации, которые находятся на территории Чувашской республики, кроме этого, есть ряд организаций, их достаточно много в стране, которые, не находясь непосредственно в нашем реестре, тем не менее осуществляют деятельность на территории Чувашской республики. Значит, начиная с 2017 года к нам поступило порядка 300 обращений. По каждому обращению, которое поступает к нам в управление, мы проводим соответствующие проверочные мероприятия. И в случае выявления этих или иных правонарушений со стороны этих организаций проводим мероприятия по их привлечению к административной ответственности. А с какими жалобами чаще всего обращаются в управление? Чаще всего обращаются в управление, как правило, третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к этим договорным, ну, к этим кредитным, скажем так, отношениям. Это, как правило, родственники, друзья, поручители. Как правило, это обращение связано с тем, что было либо превышено количество взаимодействий в один день, да, в сутки. Как правило, это неуважительное отношение, ну, то есть, соответственно, разговор ведется некорректно, связан с оскорблениями, еще с какими-то вот такими некорректными действиями со стороны этих регистровых организаций. И на сегодняшний день можно сказать, что больше двух миллионов штрафов наложено вот на представителей этих организаций, из которых порядка полутора миллионов уже выплачено. Работа движется, это заметно. Приближается ваш профессиональный праздник. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам накануне Дня судебного пристава? В преддверии нашего праздника хотел бы поблагодарить наших своих коллег за нелегкий труд и пожелать им оставаться такими же бодрыми, оптимистичными и поддерживать свое состояние здоровья. Значит, кроме этого, хотел бы пожелать счастья и в семейной жизни. Прежде всего, наши сотрудники – это чьи-то папы, мамы, мужья, жены, сыновья, дочери. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и в семьях все было тоже хорошо. Спасибо вам большое. С наступающим вас праздником. Спасибо. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok